Здравствуйте! На телеканале Мозель программа «Частный интерес» – проект, который мы делаем с вашим участием. Вы задаете нам интересующие вас вопросы. Мы находим на них ответы и стараемся разобраться в проблеме. Смотрите сегодня выпуски. Более 60 молодых медиков с августа приступили к работе в Мозорском районе. Однако кадровый голод полностью удовлетворить не удалось. Как работает со молодым врачам? Чем привлекают специалистов? Платные медицинские услуги можно будет получить по новому адресу. Поликлиника номер 4 совсем скоро переезжает. Трудовые отношения, учетный период и сверхурочное время – нюансы оплаты. Рак молочной железы. Как не проглядеть смертельно опасное заболевание? Зная, что раньше в Мозере не хватало врачей, особенно узких специалистов. Как сегодня обстоит дело с медицинскими кадрами? Каких специалистов не хватает? Можно ли рассчитывать на место тем, кто поступает в медицинские вузы? В области здравоохранения Мозорского района работает более 3,5 тысяч работников. Из них 559 врачей и 1730 специалистов среднего звена. В августе ряды медиков пополнили еще 64 человека. 32 молодых специалиста заполнили врачебные вакансии. Стоя на сцене Мозорского медицинского колледжа, медики произносили клятву основными постулатами, которые были выполнять свой долг, трудиться во имя здоровья людей и не становиться равнодушными. Старшие коллеги, сидящие в зрительном зале, аплодисментами поддерживали молодежь. Поддержку молодым специалистам оказывают разноплановую. С целью закрепления иногородних врачей и молодых специалистов мы частично компенсируем наим жилого помещения. В месяц выплачиваем в размере трех базовых величин и при приходе на работу, то единовременно выплачиваем 10 базовых величин материальную помощь. Также Мозорским районным исполнительным комитетом нам ежегодно выделяются квартиры коммерческого использования. В прошлом году было выделено 10 таких квартир. В этом году мы тоже подаем заявки и уже выделено для наших врачей три квартиры. Несмотря на все меры, недостаток во врачах сохраняется. Свободными остаются 43 вакансии. За прошлый год после обязательной отработки рабочие места оставили пять молодых специалистов. Причина – переезд на новое место жительства. Сегодня наибольшую потребность в кадрах испытывают в педиатрии. Частично кадровый голод удалось удовлетворить в гинекологии и стоматологии. Пополнились ряды психиатров-наркологов. Мы за каждым молодым специалистом – это или врач, или средний медицинский работник – вот уже второй год закрепляем наставников. Наставников, конечно, выбираем из самых опытных наших работников, которые в течение года будут помогать профессиональному становлению наших молодых специалистов. Анна и Андрей Бочинские были в числе тех, кто стоял на сцене. Сегодня молодая семейная пара работает в городской больнице, правда, на разных этажах и в разных отделениях. Ребята познакомились на первом курсе университета. Выбор профессии для обоих был вполне осознанным. Ну, все началось у нас с дедушки. Он первым поступил в медуниверситет. И, ну, как я уже знаю, я внук, был всегда идейным вдохновителем. То есть все вот эти рассказы его, они вдохновляли там мою маму, тетю, меня. Ну, как-то рассказывали эти все разборы всяких случаев клинических, что-нибудь такие. Ну, такой антураж из детства всегда шел. И поэтому, наверное, большого вопроса в выборе специальности у меня не было. Саму профессию врачебную я знал. Знал, чего от нее ждать, на что можно надеяться, на что нет. Вот. И когда пришел в работу, больших сюрпризов тоже у меня не было. Семья большую роль сыграла. У меня мама тоже медработник, она фельдшер на скорой помощи. И действительно были моменты, когда она приходила домой, и были разочарования в профессии. Были какие-то моменты, когда она приходила и рассказывала, что вот и спасли человека. И все, я это тоже смотрела на нее, понимала, что мне это нравится, и понимала, что к чему иду. И выбор был полностью осознанный. Ну, то есть у меня вообще вопроса, наверное, не стояло, кем быть. Проверкой на прочность стала интернатура. В течение года ребята трудились в больнице под опекой старших коллег. С 1 августа работают как самостоятельные специалисты, но за советом обращаться не стесняются. Вообще коллектив у нас прекрасный. Он не такой большой, как у мужа. Там не так много врачей, нас всего лишь 5, но мы очень дружны. У нас очень жизнерадостное, адекватное заведующее отделением. Всегда придет на помощь, и всегда врачи, никогда не услышишь от них укор какой-то, какого-то взгляда плохого в твою сторону. И всегда поддержка, действительно, какое-то очень теплое отношение. Причем, что с самого начала, даже не зная меня, они уже старались как-то помочь, как-то подсказать, где что почитать, на какого пациента больше все-таки внимания уделить, какому-то может где-то помочь в другом плане. Впереди у молодых врачей много профессиональных испытаний и побед. Перемены ждут и медицину в целом. К 2020 году терапевтов сменят врачи общей практики. Здравоохранение Мозорщины сейчас проходит переходный этап. Это не только будет смена вывески, названия, но сейчас они проходят курсы. Курсы переобучения, это будут углубленные знания как в области неврологии, кардиологии, офтальмологии и других специальностей. Также эти кабинеты будут оснащаться дополнительным медицинским оборудованием. И к 2020 году у нас везде в стране заработает команда. Это врач общей практики, это помощник врача и медицинская сестра. Что все это приведет к доступности и более качественному указанию медицинской помощи. Правда ли, что поликлиника номер 4 вскоре переедет на новое место? Куда именно? С чем связано такое решение? Решение о создании Мозорской городской поликлиники номер 4 было принято исполкомом еще в 2005 году. Первые посетители в этом здании появились в октябре 2007-го. Сегодня любой желающий, вне зависимости от места жительства и гражданства, может получить здесь квалифицированную помощь на платной основе. Коллектив из 100 человек – 176 тысяч посетителей в год. С ноября весь этот поток перенаправят в другом направлении. Поликлиника сменит место дислокации. С Котловца 14 она переедет на Малинина 9, в бывшее здание районной поликлиники. Решение было принято в связи с оптимизацией условий амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. Рациональное использование освобожденных площадей позволит оказывать помощь в полном объеме, в том числе и сельскому населению. Предварительно свои двери по новому адресу поликлиника номер 4 откроют с 5 ноября. Работаю по графику. В августе отработал 190 часов, в сентябре – 160. Заплатят ли мне за сверхурочное время? Если человек работает по графику при суммированном учете рабочего времени, то необходимо знать, какой учетный период. Учетный период может быть месяц, квартал, полгода, год. Что такое учетный период? Это норма часов, которую необходимо отработать за этот период времени, времени установлено государством, то есть так называемый производственный календарь. Вот, допустим, если у вас учетный период квартал, то вы в августе отработали 190 часов, в сентябре – 160, и в июле, допустим, 150. Эти часы слаживаются, и смотрится общая норма за квартал. И вот в этом случае, если квартал у вас вышло больше часов, чем предусмотрено в производственном календаре за квартал, то тогда вот эта разница будет и вашими сверхурочными часами. Если же она будет соответствовать норме, то у вас сверхурочных часов нет. И в другой ситуации, если бы у вас был месяц норма часов, то опять-таки смотрится в производственном календаре норма часов за один месяц. Допустим, она 168 часов, вы отработали 190, значит, 190 минус 168 – получается у вас 22 часа сверхурочной работы, и вам должны их оплатить. То есть в данной ситуации все зависит от учетного периода. Мне 61 год. Терапевт на приеме рекомендовала пройти скрининговое обследование молочной железы в качестве профилактики. Есть ли такая необходимость, если никаких жалоб у меня нет? Всем ли женщинам назначают такие обследования? Рак молочной железы является самым распространенным видом женской онкологии в мире. Беларусь не исключение, причем именно рак молочной железы занимает первое место среди причин смерти женщин от злокачественных опухолей. Ежегодно в Мозере и районе этим видом онкологии заболевают около 70-80 представительниц слабого пола. Чем старше, тем больше риски. Если среди женщин до 40 заболевает одна из 250, то после 50 лет каждая 15-я. Причем в последние годы наблюдается тенденция роста. За 10 лет количество заболевших в районе увеличилось на четверть. Борьба с раком молочной железы ведется на государственном уровне. Начиная с 2014 года Мозерский район вовлечен в программу скрининга рака молочной железы. Это государственная программа, которая направлена в первую очередь на раннее выявление злокачественных опухолей у женщин, определенной по возрастной категории. У женщин, которые здоровы, которые не предъявляют жалоб, которые не имеют пальпируемых опухолей в железе, которые раз в два года проходят маммографию как метод ранней диагностики злокачественных опухолей. Сегодня онкологи уже подводят итоги. За год исследования прошли около 3000 жительниц района от 50 до 69 лет. За 2018 год было выявлено у женщин скрининговой группы 30 впервые выявленных случаев злокачественных опухолей. Я хочу сказать, что только у трех женщин опухолей были установлены в третьей стадии. У всех остальных у 27 в первой и второй стадии. То есть это возможность успешного лечения, это хороший результат и гарантия на дальнейшую жизнь. Врага нужно знать в лицо. Современная диагностика позволяет выявить опухоли до 5 мм в диаметре. Врач-рентгенолог Виктория Мартынова показывает, как выглядит рак на снимке. Светлое пятно на мониторе – это темная полоса в жизни женщины. И чем оно меньше, тем скорее закончится эта темная полоса. Вот эта тень, она, конечно, бросается в глаза и видно, что это патология. У этой женщины был рак молочной железы, по-моему, второй стадии. Женщине 64 года, то есть скрининговый возраст. Врачи призывают обращать внимание на подозрительные симптомы, внимательно относиться к своему здоровью и не игнорировать рекомендуемое исследование. И тогда даже страшный диагноз не станет приговором. Лидия Поттер, Олег Фитцнер, телеканал «Музырь». На сегодня это все. Это был частный интерес. Звоните по телефонам горячей линии, пишите на адрес электронной почты, задавайте свои вопросы и помните, для нас найти ответ – не вопрос. «Музырь» 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 Продолжение следует...